Всем привет, друзья! С вами Бурбон. На дворе 2021 год. И в глазах многих сам уже полностью умер. Но вчера Аризона открыла 18 сервер, онлайн которого заполнился за секунду. И Аризона поставила новый рекорд на 2021 год. Это 18 тысяч человек, которые одновременно играют в GTA San Andreas Multiplayer. И что немаловажно, на одном проекте. И самое абсурдное, знаете что? Проблему с онлайном это не решило. Потому что на остальные сервера как тяжело было зайти, так и остается до сих пор. Я понимаю то, что среди аудитории канала многие уже не играют сам. Но судя по тому, сколько сейчас игроков в целом не выиграет, сам нельзя называть мертвой игрой. И поэтому сегодня я расскажу про то, как прошло открытие моими глазами. Вот два человека, что плачают по стару басов. Если ты хочешь так же, то просто подпишись на канал, напиши любой комментарий, поставь лайк ролику. Итоги получаются в видосе. Поехали! Прошло чуть больше месяца с того времени, как я в прошлый раз присутствовал на открытии Ренессанса. И теперь я с уверенностью могу говорить о том, что теперь я побывал на открытии нового сервера Аризона. В целом же у меня немножко притупились чувства к открытию, потому что в последнее время в САМПе их было многовато. И из того, что они происходят регулярно раз в несколько месяцев, это не вызывает какого-то чувства вау. Потому что раньше открытие нового сервера считалось нечто вау. И многие этого ждались. Сейчас же это просто данность, как не хватает места для игры, поэтому мы открываем новый сервер. И давайте пару слов про само открытие. Оно прошло одновременно максимально отлично и провально. Во-первых, в момент открытия на стриме у самого Мейсона сидело под 4000 человек и ждало открытия. То есть достаточно одного было его канала, чтобы успешно запустить сервер. И всем людям, которые сидели на стриме, им бы все равно не хватило бы слотов. Не только 25% из всех желающих смогли бы попасть на сервер. Плюс стримили в это время другие ютуберы, части игроков заходили вне стримов. И то есть ажиотаж вокруг этого действительно был большой. И открытие случилось почти что вовремя, а именно в 15.03. Тогда же на сервере уже было 50 человек администрации. Одна двадцатая от всего сервера это администратор. Но это очень важно, потому что на открытии может быть много читеров. И важно, чтобы админы помогали всем в отварной лицензии и все прочее. И как только я вижу, что открывается сервер, сразу на нем 445 человек у меня. И я специально скачал сборку для открытия, которая должна была быть максимально быстрой и так далее. Но у меня нагрузилась очень долго. И вы сами видите процесс моего захода. Как я понимаю, есть сборки намного более оптимизированные. Но у меня был фаст коннект, хотя, как вы понимаете, это совершенно не помогло. У меня сначала пошли запуски, и сервак уже забился буквально за несколько секунд. В принципе, это нормальная практика для открытия серверов. Потом у меня просто сервак перестал пинговаться. Эта проблема была у большинства людей. То же самое сайт упал из того, что на Аризоне сразу есть возможность доната. И поэтому, как только открывается сервер, все бегут не работать, чтобы заработать на какие-то минимальные бизнесы или дома. А сразу бегут покупать что-то из имущества. И здесь сразу, поскольку огромное количество зашло на сайт, чтобы сдонатить, сайт успешно на какое-то время упал. То же самое было в игре. В игру в этот день, в небольшой спойнер, я так зайти не смог. Как и большинство людей. Поэтому здесь отчасти обидно то, что я не смог попасть на открытие, потому что мне хотелось поймать что-то более весомое. И тоже я не знал, что есть изменения между серверами. Потому что я все соотносил с шоу-лоу, то есть с сервером, где играю я. И хоть я сейчас снимаю роник про открытие, но с шоу-лоу я никуда не ухожу. У меня там уже есть огромное количество отснятого материала, я продолжу играть там. Но вы сами понимаете, поскольку есть ажиотаж насчет нового сервера, так как я снимаю на Аризоне, вполне разумным есть что-то поддержать эту тему и показать то, что я словил. А действительно, кстати, я кое-что словил и довольно-таки неплохое. И максимум, на что я смог задонатить тогда, это на спонсорку с ММС на настриме. Я начал пытаться подключиться с Аризоны лаунчера, но там тоже особых у меня успехов не выдалось. И примерно вот так вот прошло для меня открытие, где я прождал около полутора часов, чтобы попасть на сервер. На него так и не попал. И решил ночью, когда онлайн станет поменьше, постараться зайти. И возможно, как, знаете, вот убили огромного животного где-нибудь в лесу. И раньше, какая цель была у хомо сапиенса? Дождаться, пока всякие гиены, львы, тигры обглодают его. А потом, когда уже трупик такой вот остался, там, возможно, в косточках какая-то содержимость осталась, подбегает хомо сапиенс и начинает все вот эти все остатки вылизывать. Я решил поступить как настоящий человечешка точно так же. И поэтому, когда онлайн стал поменьше, я смог зайти. И чтобы вы понимали, в три ночи онлайн был 960 человек. То есть просто буф, чтобы все новички не толпились, для удобства можно было на спауне получить права и паспорт, а также бесплатный велосипед. И я первым делом начал кататься и искать те бизнесы, которые можно приобрести. По итогу спойнер, чтобы вам было интереснее смотреть, я нашел этот бизнес, но давайте немножко сохраним интригу какую. И бизнес, на самом деле, довольно-таки неплохой, я не знаю, почему вы не купили. Сначала я увидел бизнес-магазин аксессуаров. Я подумал, что вряд ли он будет здесь пользоваться огромным прямым спросом, но все же какая-то финка там иметься будет. Я решил узнать, сколько будет стоить этот бизнес в реальных рублях. И я оперировал по Show Low, потому что Show Low это сервер, который тоже открылся не так давно. И я подумал, что курс доната там будет одинаковый. На Show Low 1 АЗ Коинс можно перевести в 7000 баксов. Здесь же 1 Аризона Коинс стоил 2000 баксов. Поэтому, чтобы понять, сколько стоит такой вот бизнес, мы сначала разделим его на 2000, получим 11500 АЗ Коинсов. А поскольку 1 рубль равняется 2 АЗ Коинсов, мы опять делим на 2. И получается, что данный бизнес можно купить за 5750 рублей. Мне показалось, что для такого бизнеса это довольно-таки много. И я даже не стал заходить смотреть, какие там есть аксессуары, потому что, скорее всего, они там были базовые. И большинство людей покупают их либо через донат, либо через рынок. Далее я поехал в информационный центр. Тоже бизнес, который уже был выкуплен. Я посмотрел на количество бизнесов, и там оставалось 33 бизнеса. Я не знаю, сколько их всего, и, конечно, интересно почитать, сколько было значено суммарно за вот этот вот день. Я же решил по итогу сделать скрин всех бизнесов, чтобы потом поискать и посмотреть, какие именно бизнесы располагаются где, чтобы понять, что именно я хочу приобрести. И также в ГОСе было, что мне удивительно, всего лишь 52 дома. Тогда я значил 150 рублей, чтобы у меня было немножко вертов, чтобы я мог использовать команду Find Business, посмотреть на расположение бизнесов, где они находятся, что из себя представляют. И я начал по порядку, я увидел, что есть довольно-таки неплохая закусочная в Лос-Сантосе. После я нашел еще одну закусочную, которая, как по мне, была еще лучше. Она находилась недалеко от рынка, и я уже рассматривал вариант купить ее. Она была на территории зомби, но поскольку сервер новый, то еще никто здесь короной не заболел. И, по сути, данная локация здесь, по крайней мере, пока что не имеет никакого смысла. Но мне оно и на руку. И я вижу, закусочная недалеко от рынка стоит 12 миллионов баксов. И я такой, блин, давайте посмотрим, сколько это стоит в рублях. Оказалось, что это стоит 3000 рублей. Поэтому я посмотрел еще на несколько бизнесов, которые там находились. Ничего более лучшего для себя не нашел. И задонатил 3000 рублей. После чего все это перевел. Я не знал, что если ты пополняешь более 3000 азакоинцев, то получаешь бонус 250 азакоинцев. Там можно было бы это два раза так сделать. То есть первый раз перевести 3001 азакоинс, и потом так же. И я бы получил плюс еще 250 азакоинцев. Поэтому на будущее, друзья, можете пользоваться. Я же про это не знал. И приобрел данный бизнес за 12 миллионов баксов. Или же за 3000 рублей. А потом, друзья, было мимолетное разочарование. Потому что тогда я планировал сделать все быстро, так как я понимал, что сейчас могут такие жуки-навозники быть, которые не могли зайти днем. И вот сейчас они там, не знаю, ночью проснулись, там вернулись прогулок еще откуда-то, зайдут на Аризону и захотят также купить бизнесы, которые остались. И я как-то не думал о том, типа, есть ли рядом какие-то бизнесы. И потом я сразу же смотрю на карту, и понимаю, что еще ближе к рынку имеется такая же закусочная. И я-то на что рассчитывал? То, что человек стоит на рынке, и он такой, блин, хочу кушать. Введу-ка я GPS закусочные самые ближайшие. Он вводит, находит мой бизнес, отправляется к нему, и я, собственно, миллионер. Но по итогу он будет находить другой бизнес, и максимум, что я могу сделать, это конкурировать с ним. В надежде на то, что мой конкурент не посмотрит данный ролик, не поймет мой коварный план, он поставит там безумные цены, я потом их сравнил, а я поставлю цены ниже, и поэтому те люди, которые такие, блин, дороговато, выбегут, смотрят на карте моя закусочная и отправляются сюда. Не знаю, это вот единственное, что я пока что смог придумать. По итогу я поставил цены товаров меньше, по итогу же я не знаю, насколько это хороший бизнес. Мне показалось, что вполне себе закусочная в ЛС, как минимум, просто люди, которые будут кататься по Лос-Антусу, их там довольно-таки много, захотят кушать, могут заезжать сюда. Поэтому, если что, если вы играете на новом сервере, хотя я всех приглашаю на шоу лоу, потому что здесь опять же хайп, это все временно, я же действительно уже понюбил за это время шоу лоу, и не знаю, мне уже нравится там играть, я там уже аккаунт 21 левела, там есть много чего показать, поэтому я буду играть регулярно там. Но здесь на свой бизнес тоже буду какое-то время заходить, а пост его разыграю среди вас, поэтому тоже подписывайтесь на канал и поставьте лайк этому ролику. И самое главное, нет, никто убил Марка, а насколько выгоден мой бизнес, и вообще, как вы считаете, окупится он или нет? Это будет интересно, потому что я могу вставить данный комментарий в ролик про бизнес следующий, где я уже увижу финку на деле. И то есть мы сравним предположения людей о том, насколько бизнес окажется клевым. Поэтому, друзья, большое спасибо за просмотр, я играю на шоу лоу, мой никнейм, мой промокод есть в описании, я буду всех рад видеть на Аризоне шоу лоу, и огромное спасибо за то, что досмотрели ролик до конца. С вами был Бурбон, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем удачи!